Всем привет! Сегодня поговорим о некоторых моментах, которые должен знать каждый пользователь, если он решается делать какие-то изменения на своем компьютере. Ну, например, вот я установил программу для изменения смены ядрышек. У меня в данный момент ядрышка, вот смотрите сюда. 4.2.0.25, и вот здесь можете посмотреть. И вот я могу поменять его сейчас вот на такое ядрышко. Но перед этим я всегда и всем настоятельно рекомендую, что когда у вас все проверено, все нормально работает. Ну вот, например, та же виртуальная коробочка. Вот посмотрите, у меня образ 17 запускается нормально на ней. О, пожалуйста. И образ 18 запускается так же нормально. И оба образа, они, скажем так, я это называю эластичностью. Вот посмотрите, вот видите, пожалуйста, растягивается нормально, образы, все на полную. Вот таким вот образом. Хорошо. Вот вы решились на какие-то изменения, там более или менее крупные. Причем посмотрите, вот я вам для примера покажу о программе. 5.0.18. И пойду еще вот в настройки. Плагины. Вот. Даже стоит 15.0.16 у меня пак. Видите, да? Вот твоя версия. 5.0.16. И тем не менее, все нормально, все работает, все, как говорится, чики-пуки. Ну, а теперь давайте на вот эту программу, которую я установил в свою, эту сборочку. Сборочка у нас 17.2. Это моя любимая золотая сборка. На 64 бита. Вот с таким вот ядрышком. Вот давайте посмотрим, воспримет ли она все, скажем так, изменения, которые предлагает новая ядрышка. Аж на 4.86. Нажимаем на установить. Ставим наш парольчик. Во всех сборках Linux Mint 18 я сделал короткий пароль в единичку. Потом, когда все настроите, можете делать его хоть километр длиной. Без разницы. Вот таким образом. Ну, и дождемся процесса окончания процедуры. Пока там все доделал, вот покажу. Я еще наряду с телевизором установил еще один очень мощный медиа-центр. И сразу вам его сделал на русском языке. Вот видите, все на русском. Я специально не объясняю подробности вам, как, там, что. По крайней мере, по русский язык вы знаете. И здесь разберетесь. Ну, одно могу вам сказать. Что это, скажем так, огромнейший архив или сборище самых различных программ. Где вы сможете смотреть все и на русском, и на английском, и на любом другом языке, который вы становите. Ну, многие люди после снова к этой программы, они вообще просто отказались от кабельного телевидения. Ну, подумайте, почему. Вот. Очень хорошая штука. У меня, значит, знакомый, хороший англичанин Брюс, он, значит, практически подсел на этот коде. И ему очень нравится там одно из предложений, называется оно Exodus. Ну, я не знаю, насколько, так сказать, оно там понравится русскому человеку. И даже не пытаясь вас там вводить в эти настройки и так далее, просто вот у вас будет вот такая мощнейшая штучка. Первое, коротко, русское телевидение, несколько основных, там, скажем, каналов на русском, белорусском, украинском языках. И Коди, ну, это, скажем так, центральная библиотека со всего мира. Тут такая кладовочка, что ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и жизни не хватит с ней разобраться. Вот. Ну, ладно, ждем смены ядра. Итак, программа установила новое ядрышко. Вот идут сообщения. Закройте это окно и выйдите. Ну, что мы, как говорится, и сделаем. Она сейчас обновит список ядр. И вот мы видим, что вот самое новое, самое последнее ядрышко установлено. А то, что программа в данный момент на каком-нибудь дре находится, вот. На ядрышке 4.2.0-25. Хорошо. Перезагрузимся, посмотрим, что произойдет. Итак, новое ядрышко установлено. Вот 4.86. Пробуем загрузить образ. И получаем вот такие вот печальные сообщения. Хотя, установлена та же версия 5.0.18. Поэтому я еще раз вас, скажем так, подостерегаю или советую, что вполне понятное человеческое желание, там, гоняться за самыми новыми версиями, там, и так далее. Ну, мой вам совет. Если есть у вас достаточное место на жестком диске, то, пожалуйста, оставьте один раздел для нормальной работающей сборки, где все уже настроено и работает. На другой раздел поставьте, скажем так, экспериментальную сборку, которую вы будете со временем потихонечку, как говорится, допиливать под себя. Вот и все. Совет очень простой. Ну, и, естественно, не забывайте о программе SystemBug, которая вам всегда позволяет откатиться на нужный момент времени. И без особых хлопот. Просто-напросто взять и вернуться на полсостояние, когда у вас все было нормально. А нормально было, вот я сейчас подключу жесткий диск. Пойдем на него. Вот на внешнем жестком диске у меня была сохранена копия Linux Mint 17.2. Вот она. Вот, пожалуйста, SystemRisto. И не надо головной боли. Вперед, как говорится, и с песней. После восстановления и перезагрузки я вам снова покажу, что ядрышко поменяется на 4.2025, но программа в виртуальной коробочке будет работать нормально. Итак, мы вернулись на старую версию ядрышка 4.2.0.4.25. Ну, и посмотрим, как у нас будет запускаться в нашей сборке. Вот, о программе, пожалуйста, версия 5.0.18. Раз, файлик я вот здесь запускаю в настройке, плагины подключены, тоже даже подключен плагин от версии 5.0.16. Тем не менее, запускаем 17-ю версию. Ну, появляется установщик, нажимаем Enter. Все нормально запускается, и образ работает. Виртуальная коробочка, значит, в справном состоянии. Давайте попробуем запустить 18-ю сборочку. Нажмем Enter. И немножко подождем. Образ стартовал, нормально загрузился. Ну, а о чем это нам может говорить? Что образ просто-напросто был сделан правильный. И если образ нормально загружается на виртуальную машинку, то, если вы его записали на флешку, и она не грузится, тут может быть несколько причин. Или флешка плохая, битая, или, значит, программа для записи на флешку была выбрана неудачно. Я обычно всегда поступаю вот таким вот образом. Я беру образ в менте, нажимаю, допустим, правой кнопкой по образу, вот, создание загрузочной флешки. Все. И записываю ее. Если нужно форматировать флешку, я иду вот сюда, если там на флешке что-то было записано, и убираю все на ней русские буквы. Ставлю обычно там три семерки, там, или еще что-нибудь, но чтобы ни одной русской буковки не встречалось. Некоторые программы, они просто не понимают. Вот практически и все. Дальше. Иногда бывает, что вот показывают, что сеть есть, а значок погоды не работает. Просто идем на стройки. Берем, ну, просто даже вырезаем, закрываем и снова вставляем. И обычно эта процедура помогает, как говорится, на ура. Видите, да? Вот таким образом. Ну, еще один маленький нюанс. Иногда это бывает. Ну, вот такая процедура всегда помогает. Еще раз хочу вам всем напомнить или отметить вот то, что я говорю, что не каждая новая сборка означает то, что за ней нужно гнаться, как говорится, ставить ее и так далее. И не каждая новая ядрышка. Будьте разумно консервативны. Если у вас все настроено, все ваши программки работают, вот у меня вот здесь вот на моей сборочке, я называю ее золотой, потому что у меня здесь все работает. И на русском языке систембак образы пишет, и они получаются эластичными и нормальными. И каждая программка, она работает. А погонитесь там за 18-й версией, ну, и получите по полной программе. И потом будете там писать сообщение, а как, а как, а как. А вот так. Идите на мой сайт, и там найдете ответы на многие вопросы. Но мой подход такой. Значит, три типа пользователей. Начинающие, пользователи, скажем, среднего уровня и продвинутые. Для продвинутых и для пользователей среднего уровня, мне вот эти истины повторять уже не нужно. А для начинающих, скажу так. Берите вот то, что я вам рекомендую скачать, где уже все настроено, и попользуйтесь, обвыкнитесь, поработайте где-нибудь там полгодика на сборочке, посмотрите, как программы работают, как иметь пользователю пользоваться. Просто приобретите необходимый навык, скажем так, езды на велосипеде. Вот и все. Когда уже чувство равновесия у вас появится, и вы сможете уже не падать, вам будет уже гораздо проще, как говорится, справляться со всеми остальными проблемами. А плюс у линуксоидов, у них очень продвинутое сообщество. Есть, значит, сообщество очень хорошее для аминта на русском языке, на английском. Пожалуйста, погуглили, поискали в сети, нашли форумы, нашли все. Там тоже очень много ответов на очень многие вопросы. Заскочили на сайт? Да ради бога, пожалуйста. У меня на сайте очень много там самых разных там видеоуроков, там, по самым разным проблемам. Вот. И там и дистрибутивы, там, как их там выбирать, там, а до я. Сборки, что такое, с чем их едят. По большинству из программ, которые установлены у меня на сборках, вот тоже есть обзоры. То есть, очень много полезной информации. Не поленитесь. Прежде чем писать там свои там вопросы, может быть, на них уже давным-давно были дадены ответы. Просто зайдите на сайт и почитайте. На форум зайдите. На форуме, значит, желательно регистрация. Зарегистрировались, и там тоже очень много чего можно полезного найти, как говорится, для себя, и почерпнуть. Ну, ладно. Значит, цель данного урока была в том, чтобы показать вам, что не все новые ядра и не все новые сборки, они работают на уря и со всеми программами. А вот, оказалось бы, моя золотая сборочка, на которой, на рынок 17.2, я ее называю, золотой. Потому что, ну, на ней, ну, все удивительным образом работает. И она будет работать до 2019 года, поддерживаться. Вот и подумайте. А если кому-то, кажется, хочется чего-то стабильного и в то же время чего-то новенького, пожалуйста, если на диске достаточно размера, 30 гигабайт выделите под корневой раздел линук 17.2, там гигабайт 50-100, дайте там под домашний раздел. И отдельный раздел сделайте на 50 гигабайт, не разделяя его ни на там, ни на хоум, ни на рут, а в один раздел все это самое сливайте. И сидите, и настраивайте эту сборку, как говорится, под себя. Когда вы почувствуете, что вы полностью вот все, 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 что необходимо настроили, создаете программу SystemBug 2 образа, один из образа, другой на разделе внешнего жесткого диска где-нибудь там, или на другом разделе жесткого диска у себя, и все, и у вас все в порядке. Вот таким вот образом я вам рекомендую поступать. Ну, ладно. Всем всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok